Жители 94-го дома по проспекту Миров-Чебоксарах 4 месяца не могут принять душ в собственных квартирах. Из кранов течет вода грязновато-коричневого цвета. У некоторых жильцов уже появилась аллергическая реакция на некачественную жидкость. Обращение в управляющую компанию и Роспотребнадзор пока результатов не дали. Ситуацией попыталась разобраться наша съемочная группа. Эту воду мы набрали в июне месяце. Вот какая вода. Даже невозможно мыться. Смотрите, каким осадком. С тех пор весь дом и мучается. Проблема именно с горячей водой. Она слегка коричневая и мутноватая. После продолжительного набора становится чуть светлее. Что такое помыться нормально, здесь уже и не помнят. В такой жидкости плескаться в ванной нет никакого желания. Юрий Углев рассказывает, в семье есть маленький ребенок, и недавно после водных процедур у него даже появилась аллергическая реакция. У ребенка начались аллергические реакции, похожие были на это. Гиперемия, значит, кожа. И чесаться начал. Он прям так начал говорить. Папа у меня чешется. Папа чешется. У взрослых после мытья рук шелушится кожа, говорит Юрий. Кожа шелушится. Сухая кожа. После мытья вот этой водой. Поэтому такой водой стараются не мыться, хотя это и проблематично. В этой семье, например, говорят, спасают только общественные бани. Летом она вообще воняла. Прям невозможно. Мыться ей этой водой невозможно. Дети у меня постоянно жалуются. Почему грязная вода? Детей не могу мыть в ванной. Ладно, помогает баня. Часто ездим и моемся только в бане. А так и голову мою я холодной водой. Есть и другие способы избежать контакта с грязной водой. Для того, чтобы просто помыться чистой водой, семье из четырех человек приходится нагревать воду. А это огромный объем воды. И опять же, лишние затраты. Даже по внешним признакам жидкость, вытекающая из кранов, не отвечает требованиям качества. Ни по каким стандартам она не должна быть коричневого цвета. Хотя, как уверяет Юрий, он неоднократно обращался и в управляющую компанию, и в Роспотребнадзор. Ответы, пришедшие оттуда, его удивили. Роспотребнадзор сдавал. Они набор водонабора сделали. Но по какой-то причине, не могу сказать, они написали все нормально. Отчаявшись, житель дома даже отправил письмо в прокуратуру, пока ответа не последовало. И повторно обратился в Роспотребнадзор. Там обещали разобраться в ситуации. Обращение гражданина рассмотрят в установленном порядке. Будет проведена экспертиза. Экспертиза качества воды. И в случае несоответствия воды требованиям санитарных правил будет применено мир административного воздействия в отношении эксплуатирующей организации. Это в данном случае управляющая компания будет привлечена к административной ответственности. Для жителей же дома самое главное найти не виноватых, а причины, по которым из кранов течет такая вода. И как можно скорее их устранить. Мы будем следить за тем, как разрешится эта ситуация. Наталья Егорова, Никита Углев, Вести Чувашия.